Приветствую друзья, это аудитория МКЗ. Место, где мы охотимся на знания в разных сферах нашей жизни, а тем, что поймаем, с удовольствием поделимся с вами. Ведь качественное знание формирует более качественное будущее. Система образования является тем самым позвоночником, на котором должно держаться общество и государство. Правильно кто-то сказал, что крах образования – это крах нации. Не только семья, но и школа, как один из институтов социализации, участвует в воспитании детей. Особенно, если в семье такому воспитанию не уделяют внимания. Катастрофа наступает, когда кризис наблюдается как в школьном образовании, так и в семейных ценностях. Наступают темные времена. Что касается школьного образования, то возникает такое ощущение, что в Казахстане мы все являемся свидетелями такого краха. И уже давно. Все это результат многочисленных бестолковых образовательных реформ, которые затевает каждый новый министр образование. Но от этих реформ качество образования только падает. Все это результат некачественных учебников, на которые тратились деньги налогоплательщиков. Все это также результат коррупции в учебных заведениях. И речь идет не только о школах, но также о колледжах, куда поступают многие школьники. Например, в прошлом году более 300 колледжей в Казахстане не прошли аттестацию. Но система образования – это не чиновники от образования, это не министерство и не департамент образования. Это не просто построенные школы и красивые интерактивные доски. В первую очередь, качественная система образования – это учителя, которые любят свою профессию. Но система образования будет находиться в кризисном состоянии в любой стране, где учителя не имеют высокого социального статуса и высоких зарплат, чтобы на преподавательскую деятельность шли именно те, кто может и хочет учить наших детей, а не по остаточному принципу. В Казахстане именно учитель-энтузиаст, учитель-новатор, любящий свою профессию, должен быть самой уважаемой и высокооплачиваемой профессией, так как именно учителю мы доверяем самое ценное, что у нас есть – это будущее страны, наших детей. И несмотря на большое количество проблем в системе образования, в Казахстане еще остались такие учителя, в том числе в сельских школах. Именно они, не на словах, а на деле, пытаются сделать нашу страну лучше, потому что вкладывают все свои умения, знания и любовь в своих учеников, пытаясь не только мотивировать их к получению знаний и к росту конкурентоспособности, но самое главное – стараются сделать из них настоящих граждан своей страны. Именно о таких учителях этот небольшой фильм, который я хотел бы представить вашему вниманию. Он был подготовлен командой комьюнити, при активном участии генерального директора комьюнити, а также продюсера образовательных проектов Эльмиры Кармановой, с которой у нас недавно было интервью. Ссылку вы найдете в описании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 в плане мышления произошли здесь здесь я полностью пересмотрел свой взгляд на многие вещи и в мышлении тоже очень многое изменилось алашынзиалар айттығы и шепер дерт плот дертті пакасын байтықа емдеменше ол саған маза бірмітті ол мұқты ел болу тұрғысында шамам келгенше осы балаларда мұқты тұлға бәлемді тұлға қалыптастыруға тұрсам деп ол ем мөзім пайнатты байтыға байтыл не тұрғысында шарайы қалыпты қалыптаты 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 тұрғысында шамам деп ол жаула емінді жүрдең байтыл геме жүрде қалыптаты байтыл болу тұлға бәлігігерде қалыптаты айтық ол красава бігірік байтыл В своей старой школе я была очень сажатым подростком. И я никогда бы не подумала, что буду сидеть здесь, разговаривать с вами и иметь какой-то свой проект, толкать какую-то идею и влиять на жизни других людей. По приезду сюда мне начал преподавать Арал Бекарай. Я каждый раз увлекательно сижу, слушаю его истории, его уроки, как он из синус икс, косинус икс, выводит что-то философское, что прям запоминается надолго. И это всегда вовлекало, это всегда удивляло. И плюс разговоры про образование, вот это все, мне в принципе нравится такое, слушать, рассуждать про это. Поэтому полностью изменилась ролевая модель учителя, учителя математики, каким можно быть. И потом я заканчиваю школу и поступаю на учителя математики и развиваюсь в этой сфере. С каждым днем в городе открываются новые новости. Центры дополнительного образования. Сейчас уже там какие-то там с нейроштучками, где-то там по искусственным интеллектам и так далее. В городах это обновляется, появляется что-то новое, бизнес конкурирует друг с другом, и эта сфера активно развивается. Второе. Знания, навыки и развитие, скорость развития учителей в городах и селах, оно разное. В городах оно быстрее происходит. Даже если мы возьмем, что на входе одинакового уровня два учителя, один в селе, другой в городе, через некоторое время городской учителя станет более прокаченнее, чем сельский. И вот этот разрыв, он не будет уменьшаться, он будет расти и расти и расти. Ученик, есть одно место развития в селе, это школа. А школа в два часа дня закрывает свои двери до следующего утра. Нет здесь дворца школьников, нет дополнительных кружков, нет английского языка, нет математики, нет менталки и так далее. А ты придешь завтра к учителю, который по возвращению домой не является учителем, является домохозяйкой. Есть дома скот, есть домашние дела и так далее. То есть я имею в виду то, что иногда не бывает просто времени для саморазвития, и поэтому, а никто это не проверяет, они смотрят, поэтому вот это колесо будет крутиться, и вот этот разрыв будет расти. Продолжение следует... Проекте опыта бар, ананда проекте опыта бар, ну как бы, отдельно бэрон опыта бар, без проблем, да, сфера да. Что мы сходим келем, десе, это ошибка болт. Себеби, сен, улар танисты, уларды десыстырым билесын, да, бірақ сен улармену өмір сүрк пөлмеген сын, аль. Городские дети, они воспитаны родителями, которых есть по большей части финансы, в первую очередь. Городские родители, по моему мнению, они разговаривают языком целей, языком желаний, когда они говорят, ты можешь вот этого достичь, смотри, куда мы поедем. Они показывают мир, расширяют кругозор, а дети, которые находятся в поселке, их язык общения кардинально отличается. Они разговаривают языком сплетен, языком брани, матершина слов. Для них нормально бить, для них нормально подставлять. И когда ты варишься в такой среде, очень тяжело выбраться. Даже если ты отличаешься, да, внутри, снаружи, ты все равно очень похож на них. Это, я думаю, самым большая разница именно в языке, который дома, о котором мы разговариваем дома. Мене урандай болты, обиждение. Кез келген баланы трошинг-па, двошинг-па, оны көтеріп, жағымды нешиқат түсірмесен де, минимум оны өз сында бұнда номер один қалдырып, атлешен қалыплаты, деген мене обиждение қалыптасты. И скилдарым бәр бар, дей бұр, мене мүс порсенттене болты, эксперт болдың. И, ошақ кейінгізде, сол бағарқымын өбірженеларым бұрсы күлбөп, түсізді дерге. Мене личное удовольствие получал здесь, когда у людей ломались шаблоны. Вот, я прям кайфовался этого. Касательно сельского комьюнити-центра, что здесь пошло так, что не так. Мы все знаем, что раньше были дома культур, они сейчас устарели, просто на государственных средствах содержится, там ремонт какой-то, какой-то штат там содержится. И помимо там трех-четырех таких ивентов в год, которые там проводятся, больше ничего там не проводится. В плане просветительства и развития населения. Поэтому цель была крутая, сделать центром развития всего села. Это не только ученики, это их родители, это вообще взрослая аудитория, акцент был на них. И, естественно, мы же сидим в городах и строим планы для сельских людей, не понимая эти реалии. И поэтому главной ошибкой было построить это под заранее запланированную программу, а потом запускать и приглашать людей. Ну, лучше, наверное, было бы с людьми это проработать, а потом только с людьми это все делать, создавать. И вот причастность людей, как мы с вами обсуждали, просматривали. Оно, наверное, больше живности здесь, больше движений дало бы в это место. Мы, как городские, думали, запустим кинотеатр, будет аншлаг, все будут ходить, бесплатный кинотеатр в селе, с других сел будут приходить и так далее, ничего подобного, 60 посадочных мест, максимальная численность посетителей за один сеанс был 31 человек. Какие-то другие вещи, они превратились в одноразовые акции. То есть это вот какой-то конкурс, какое-то мероприятие, соревнования и так далее. Ну вот, есть классное здание, и давайте это здесь проведем, но оно не имеет продолжения. Вот, как курсы, там, да, рассчитаны на год и так далее. Мы строили планы там, и сейчас все, все государство у нас строит планы там, для тех, кто здесь, кто вообще говорит, ну, извините, мы это по-другому воспринимаем, мы не такие, мы это не хотим, мы хотим по-другому. История про то, чтобы поменять эту систему, я подумал три вещи, которые я могу сделать. Первое – это начать записывать хорошие видео уроки и бесплатно распространять их, чтобы учителя, ученики могли просматривать где-то там, ну, типа в Токомауле, где нет квалифицированных кадров до учителей. Второе – это начать составлять сборники задач по математике, в частности, так как я математик. Из-за того, что всегда вот книжки, которые предлагало министерство образования, мы всегда были чем-то недовольны. То ли там недостаточно заданий, то ли они неправильно сформулированы, неправильно расставлены и так далее. А третье – это готовить учителей. Я начал заниматься этими тремя вещами. Готовят учителей, тот же Алишер или Ахлашан – это дети, которые ходили в мой частный центр когда-то за деньги. Бывали случаи с другими, да, уже ребятами, когда они возвращались домой и сказали, «Мама, вот я хочу стать учительом математики». Мне поступали звонки с недовольством от родителей, что мы вам даем своих детей не для того, чтобы вы из них учителей делали, а для того, чтобы он ЕНТ нормально сдал, и все, на этом все, наша цель завершена. Моя цель появилась здесь, глобальная цель. Раньше я думал, что куда мне приведет учительство. Это были либо министерства образования, либо директорства в какой-то школе. Сейчас у меня появилась четкая цель. Я хочу стать методистом, одним из самых лучших методистов в Республике Казахстан. Не просто придумывать какой-то инструмент, не просто какой-то метод рассказать, а именно методологию. Я не хочу возвращаться в Астану, я хочу переехать в какой-то другой город, какие-то опять новые навыки, получить какие-то новые ощущения. Вот для себя я такое открытие сделал. Теперь у меня другая цель. Не обязательно сидеть на кресле министра, чтобы делать что-то на его уровень, либо больше. Я не хочу садиться на кресло министра, но хочу делать что-то хотя бы равномерное для образования страны, или даже больше. Охота внедрить вклад сюда, и для этого, наверное, стоит хотя бы дать им возможность модели, что вот можно вот так себя развивать. Можно не ограничиваться, условно, если ты в каком-то Восточно-Казахстанской области, в каком-то селе учишься. Не ограничиваться, что у тебя есть два вуза, там это ВКГУ Восточно-Казахстанский, и там где-то Симпалатинский есть вуз. Это вот твой предел. А понимать, что есть мир больше, чем ВКГУ. Есть Астана, есть Алматы, есть национальные вузы, есть Назарбаев, и все. А можно вообще за границ поступить. Есть такое понятие, как IELTS, есть такое понятие, как IELTS, есть такое понятие, и так далее, так далее. То есть можно дать детям эту возможность и раскрыть их потенциал, и показать, что сельский, при нормальных условиях, он может так же становиться успешным. С Уральска, Уральска, Автюбинск. Вот Костанай с Аркалаком вашим, весь Север, включая ВКГУ, заканчивая, 50% государственных школ являются малокомплектными школами. Школы, где учащихся менее 180 детей, где есть совмещенные классы. Есть по 4 совмещенных класса, в одном классе сидят 4 разных класса, по одному ребенку с каждого класса. Если будем рассматривать наш Самарский район, по всему району не более 1700 учеников на все 19 школ. Это одна городская школа, это одна узнагарская школа, и то там 2500 учащихся. На эти 1700 школ не нужно содержать целый районный отдел образования и 19 зданий, которым всегда чего-то не хватает. Не хватает материально-технической базы, не хватает квалифицированных кадров, не хватает вообще хотя бы человека с дипломом. Понимаете? Можно сэкономить финансы, построить или модернизировать одно здание, в райцентре, может быть, или здесь, почему бы нет, да? Сделать школу-интернат с 7 по 11 класс для всех учащихся района. Во всех остальных школах оставить началку с 1 по 6 класс, поменять систему оценивания и контролировать знания этих школ, оставшихся с 1 по 6 класс, должна эта главная школа, которая в 7 классе примет этих детей. Потому что ей нужны дети, которые умеют писать, умеют читать, умеют свои мысли нормально раскладывать в текст и говорить. Поэтому она должна заниматься проверкой их успеваемости и подчиняться напрямую управлению образованием. И убрать районное отделообразование, смотря на то, что сейчас это смотрит и недолюбливает, наверное. Я прежде думаю о детях. Нужно сделать хорошие условия, условия проживания. Вы же знаете, в селе есть такие семьи, где ребенок приходит и видит каждый день, как отец пьяный, сбивает мать. Это происходит каждый день. Либо есть такие семьи. Есть семьи, когда нет отца, его по каким-то причинам не стало. Он ушел из жизни или ушел вообще от них. И бывают такие случаи, мы знаем такие случаи, когда ученик приходит домой, а там мама и несколько мужчин себя распевают. Понимаете? И эта картина происходит. Лучше этот ребенок должен жить в хороших условиях, в интернате, с 5-разовым питанием, где есть и бассейн, где есть и борьба, и все это, и где есть подготовка Хайлз, и подготовка изойти. Это возможно сделать из 19-й школ, укомплектовать костяк самых лучших педагогов. Дешевле будет для государства их переезд сделать в это село или их подвоз сделать, если они хотят переезжать. Остальным что предложить? Остальным в тех школах, где будут с 1 по 6 класс учиться, сделать школу полного дня и после обеда чисто кружковую деятельность. Все, что связано с творчеством, со спортом, пускай дети остаются в этой школе и, как минимум, с 2-разом питанием. Если бы не было бы детей, мы с нашим образованием, дипломом никому не нужны. Если в этом здании исчезнут дети, каким-то образом их не станет, люди, 40 человек, учителей, которые сюда приходят, не будут приходить туда через неделю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин